Верующие Бога Израиля Уже Леон говорил об этом Что трудно ее переоценить Но насколько же она полезна для мессианских евреев И всех, кто в мессианских еврейских общинах А насколько еще она полезнее для Еврейских мессианских общин, которые в Израиле Но это только вы можете оценить в полной мере Потому что вы как раз здесь Можно сказать Можете извлекать всю пользу Из Торы умноженную на 3 И Когда мы смотрим эту 10 главу И вообще Весь раздел Бога То естественно возникает желание понять Как это может пригодиться нам Верующим В того Бога, который вывел свой народ из Египта И не только вывел из Египта В пустыню Но провел через эту пустыню И не только провел через эту пустыню Но и ввел В обещанную землю В которой вы Живете и слушаете И Я думаю, что здесь можно извлечь несколько уроков И первая линия Этой пользы Первая линия уроков Связана с фараоном Меня когда-то очень удивило Удивило высказывание одного Цадика Конца 18 века Краситского цадика Который говорил Если бы вы знали Как я завидую фараону Я когда это прочитал Я остановился И не считая дальше Начал думать Ну Цадики, конечно, ребята Очень эксцентричные По крайней мере Те Цадики первых поколений Хасидизма Которые жили В Украине Польше И так далее Но это уж слишком Я попытался представить себе Что он сейчас дальше скажет Вернее, сказал И что я прочитаю Но я не смог И поэтому я просто прочел И оказывается Он завидовал фараону Потому что Благодаря фараону Благодаря фараону Благодаря фараону Этими чудесами Бог поражал Благодаря фараону Всех богов Благодаря фараону Благодаря фараону И третье И третье Почему этот цадик Завидовал фараону Благодаря фараону Потому что Благодаря его упорству Израиль В значительной мере Сплотился Вокруг маше И видя эти страшные чудеса Наполнился Божьим страхом В принципе Я не завидую Конечно фараону У меня нет Таких Духовных способностей Как у того цадика Но я его понимаю И вот Чему я думаю Мы с вами Можем научиться У фараона Помимо Тех вещей Которым завидовал царик Тем более Что Все это было С помощью фараона Но эта помощь была Несознательной И Бедный фараон Если бы он знал заранее Как все сложится Я думаю Он бы этой помощи Не оказал Ни Богу Израиля Ни самому Израилю Я думаю Что Каждый из нас Когда мы Читали В книге Шмот Историю Исхода Мы Удивлялись Его упорству Но Когда я читал Первые разы Эту историю Я почти не обращал Внимания на то Что Фараон каялся Фараон каялся Фараон каялся И каялся не раз Но это не было Настоящее покаяние На самом деле Под сильнейшим впечатлением От происходивших чудес По словам Маше Фараон Говорил Слова покаяния И Сильно Испугавшись Обещал Что он Исправится Но каждый раз Когда Непосредственная Страшная опасность Отступала Он Он Брал Свои слова Обратно И Это Раскаяние Причем Если мы Посмотрим Например На исповедание В 10 главе Великолепное Исповедание Образец Исповедания Покаяния Но Это Раскаяние Под воздействием Внешнего Давления Никогда Не становилось Реальным Покаянием Посмотрите Что он Говорит Маше Иерону После Того Как казнь Саранчой Произошла 16 стих 10 главы Фараон Поспешно Призвал Маше Иерона И сказал Согрешил я Пред Господом Богом Вашим И перед вами Ну послушайте Это замечательное Покаяние Слова Правильные Согрешил я Перед Богом И перед вами Если мы будем Смотреть на форму Здорово И дальше Теперь Простите Грех мой Еще раз Теперь Простите Грех мой Еще раз Здорово Здорово То есть Он Напоминает Себе Маше Иерону Что он Ужекался И Бог Прощал Ему Грех И он Надеется На милость Грозного Бога Израиля И он Надеется На милость Маше Иерона И помолитесь Господу Богу Вашему Чтобы Он Только Отвратил От меня Эту смерть Понятно Понятно Что тут Слово Только Которое В значительной Мере Меняет Смысл С другой Стороны Его можно Понимать И так Что он Не просит Большого В обмен На свое Покаяние Он просит Хотя бы Чтобы Вот эта Смерть Отошла И Я думаю Не только Я Но и некоторые Присутствующие Имели опыт Подобного Раскаяния И исповедания Покаяния Когда Мы Действительно Пережив Некоторые Последствия Наших Собственных Грехов Наших Собственных Неправильных Действий Неправильного Отношения В страхе Что эти Последствия Будут Продолжаться Или Усилятся Даже Мы Каялись Перед Богом И мы Просили У Него Чтобы Он Простил Нас Мы Исповедовали Совершенно Правильные Слова Мы Старались Соблюсти Формулу Покаяния В полной Мере Мы Иногда Старались Вспомнить В каких Моментах Мы еще Не произнесли Слова Покаяния И мы Рассчитывали Что Бог Отвратит От нас Наказание Я знаю По себе Что Не раз Бог Отвращал Хотя Он Знал Что Мое Покаяние Было Поверхностным Он Отлично Знал Что Мое Покаяние Было Неполным Неглубоким Ненастоящим В полной Мере Но Он Все Равно Прощал Меня И Он Отвращал От меня Наказание Я Очень Радовался Быстро Благодарил Бога И Вот Таким Образом Тоже И И Вскоре Забывал Я Вскоре Просто Забывал Наказание О Пережитом Страхе И О Своем Сокрушении И О Своем Раскаянии О словах Покаяния Которые Я Говорил Богу Я Забывал Быстро Потому Что Наказание Это Было Отвращено От Меня Оно Уже Не Продолжалось Тем Более Не Усиливалось И Мне Казалось Что Из-за Того Что Наказание Отвращено Остановлено Бог Совершенно Доволен Мной И Теперь Я В Совершенно Правильном Положении Перед Ним И Поэтому Я Разворачивал Плечи Я Глядывал Мир Вокруг Себя И Я Снова Начинал Думать Так Ну Что Же Я Еще Не Добрал Из Этого Мира Помимо Явного Греха Что Я Еще Упускаю Из Всевозможных Благословений Ведь Бог Мной Доволен Наказание Отвращено Замечательно Я Я Я Я Я Молодец Вот Ну Вы Понимаете Что Происходило Дальше Хотя Бог Далеко не Всегда Действует Так Как он Он Действовал Тогда С Фараоном И Мы Можем Долгое Время Оставаться В непонимании На самом деле Нашего Духовного Положения И Мы Можем После Такого Поверхностного Неполного Покаяния Пребывать В иллюзии Что Теперь У нас Все Хорошо Раз Внешнее Давление Прекратилось И Наказание Которое Достает Нашу Плоть Прекратилось И Наша Более-менее Нормальное Состояние Восстановлено Мы Можем Долго Думать Что Все Нормально Все Отлично И Я думаю Что Фараон В этом Плане Замечательный Пример Великолепный Пример Я Думаю Что Всегда Когда мы Читаем Книгу Исхода Нам Нужно Смотреть На Происходящее Не Только С Точки Зрения Нашего Народа Который Переживал Это Не Только С Точки Зрения Моше И Арона Но Также И Со Стороны Фараона И Возможно Со стороны Египтян Что Тоже Получительно И Я Думаю Что Естественная Человеческая Черта Как Только Опасность Отходит Возвращаться К самоуверенности И к Самоуспокоению И Самооправданию И убеждать Себя Что Это Значит Что У нас Все Отлично Это Естественная Черта Должна Напоминать Нам О себе Лучше На примере Фараона И На других Отрицательных Примерах Библии Чем Когда Снова Она На что-то Наваливается И Поэтому Поэтому Крайне Важно Помнить Что Истинное Покаяние Это Глубокий Процесс Который Начинается С Осознания Что Мы Согрешили Сокрушение В связи С нашим Грехом Когда Мы Видим Этот Грех Глазами Бога И И Искреннего Желания Покончить С причиной Нашего Поражения А не Просто Самим Поражением Физического Материального Или Другого Подобного Плана Когда Это Есть Тогда У нас Начинается Настоящая Чва И Тогда Мы Говорим Богу Искренние Слова Которые Не Просто Повторяют Чьи-то Слова Не Просто Формула Магическая Формула В В результате Которой Мы Надеемся Получить То Что Мы Желаем Потому Что Все Отношения Израиля Со Своим Богом Это Не Магия Это Не Магия Это Не Магия Это Живые Отношения Со Всемогущим Творцом И В этом Плане Конечно Каббалистические Представления О том Что Наши Действия Влияют На Него И Меняют В Определенной Степени Самого Бога Не Соответствуют Действительности Бог Ждет От Нас Сокрушение Потому Что Он Нас Любит И Если Он Частенько Реагирует На Правильные Слова Без Правильного Сердца То Это По Одной Простой Причине Что Его Любовь Настолько Велика К Своему Народу Что Даже Не Слегка Приоткрытая Дверь В нашу Жизнь В нашу Душу Дает Ему Возможность Действовать Спасать Нас Благословлять Нас И Защищать Нас Но Он Хочет Всегда Нашего Сердца Он Хочет Всегда Сокрушение Сердца Он Хочет Всегда Чтобы Чува Была Истинной Чувой И Когда Мы Раскаившись Сокрушившись Увидев Наш Грех Глазами Всемогущего Пресвятого Бога Отвращаемся От нашего Греха Он Хочет Чтобы Наши Дальнейшие Действия Подтвердили Это Решение Собственно Говоря Если Решение Не Подтверждено Последующими Действиями То Его И Не Было Были Просто Благие Пожелания Без Настоящего Серьезного Решения И Конечно Ж Очень Важно Чтобы Мы Не Перепутали Что Я имею Ввиду Когда Отходит Неприятность Отходит Проблема Отходит Наказание Когда В испытании Которые Мы Сами Часто Наводим На себя Бог Будучи Верным Милостивым Вмешивается И Помогает Нам Как Сказано В первом Коринфянам В 10 Главе 13 Стихи Вас Постигло Искушение Не иное Как Человеческое Но Верен Бог Который Не допустит Вам Быть Искушаемыми Или Испытуемыми Сверхсил Но И в самом Испытании Пошлет Помощи Облегчение Чтобы Чтобы Могли Это Перенести Когда Это Происходит Очень Легко Нам Последовать Примеру Той Благочестивой Еврейской Дамы Которая Переходила Через Один Деревянный Мостик В Украине И Вдруг Этот Мостик Начал Шататься Скрипеть И Поддаваться И Она В ужасе Закричала Потому что Находилась Как раз На середине Этого Моста Над серединой Реки Готеню 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 Спаси Меня Укрепи Этот Мост И Если Ты Это Сделаешь Я Пожертвую Все Деньги Все Деньги Которые Я Собирался Потратить На Базаре На Помощь Нашим Беднякам В общине И Мгновенно Мостик Перестал Шататься Скрипеть И Трещать Она Очень Обрадовалась Сделала Несколько Шагов Проверила Как Мостик Себя Чувствует И Сказала Ну В принципе Бывать Ж Совпадение Это Я просто Проходила Опасный Участок Надо Ж Как Я Поторопилась И В этот Момент Мост Качнулся С Такой Силой Что Она Схватила За поручни Закричала Ой Гот Ну Что Уже И Пошутить Нельзя И Это Старая Еще История Но Она Очень Характерная Для Нас Это Проекция Фараона В нашу Жизнь Вот Этот Урок Связанный С Фараоном Можно Еще Говорить О Некоторых Уроках Я Только Кратко Упомяну Нарастание Казни Нарастание Наказания Я По себе Отлично Знаю Что Те Те Вещи Которые В начале Моего Пути С Богом Которые Я Допускал Которые Я Неправильно Делал Потом Когда я Каялся Проходили Бесследно Но Когда Я Уже Должен Был Возрастать В моем Следовании За Мошехом Когда Прошло Уже Какое-то Время Моего Пути С ним Я Снова Делал Те же Самые Вещи И Снова Каялся Может быть В чем-то Даже Более Горячо Чем В начале Эти вещи До конца Не проходили Сразу И Может быть То есть То что Вызывало То что Было Вызвано Моими Грехами Или ошибками И В ряде Случаев Неприятности Которые Милостивый Отец Допускал В моей Жизни Они Были Серьезней Серьезней Чем В начале Это Тот же Самый Принцип Сколько Бывших Наркоманов Алкоголиков И Людей В другой Зависимости На моих Глазах Думали Что если Первый раз Бог освободил Их От Обстиненции От этой Зависимости Буквально За одну минуту За один час Значит Если Если Они Снова Это Себе Позволят Он Так же Быстро Их Освободит И Они Искренно Удивлялись Что Когда Они Снова Возвращались К старому Освобождение Уже Не Было Таким Легким А Если Они Опять Как Фараон Продолжали То Там Они Переживали Просто Трагедии Один Мой Особенный Друг Еще По той Неверующей Жизни Еврейский Сирота Его Родители Погибли В Автокатастрофе В свое Время Он Был Освобожден На моих Глазах От страшного Кумара Страшной Обстиненции Когда мы Пришли К нему Он Четыре Дня Не спал И Рядом Сидела Его Жена Просто Безутешная А Косяки Дверей Были В крови Потому Что Каждый Раз Когда Он Пытался Дойти До Туалета Его Так Бросало Что Он Разбил Себе Голову И Разбил Лицо И Буквально Вот Так Знаете Когда Ты Видишь Вот Эти Пятна Крови Вот И В ту Ночь Бог Его Освободил Совершенно И Полностью И Жена Его Которая Делала Массажи Включая Бесконтактные Занималась Экстрасенсорными Массажами Была Освобождена Тоже Тоже Очень Быстро От Тех Бесов Которые Контролировали Ее Жизнь Но Потом Когда Он Вернулся К Прежнему Ситуация Уже Не Была Такой Легкой И Ему Пришлось Пройти Через Репцентр Где Это Освобождение Заняло Время Но Когда Он И после Репцентра Вернулся В прежнее То Он Никак Не мог Освободиться И Наши Молитвы Не Действовали И Не Приносили Никакого Осязаемого Результата И Во время Одной Из таких Молитв Дух Святой Предупредил Нас Прекратите Молиться За Него Я Спасу Его Теперь Только Когда Он Дойдет До Дна Только Тогда Когда Он Дойдет До Дна И Он Человек Уважаемый В определенных Криминальных Кругах Киева Человек Которого Встречали Когда Он Выходил Из Тюрьмы Серьезные Люди Он Дошел До Таких Унижений До Такого Позора Чтобы Доставать Наркотики Что С ним Уже Никто У них Хотел Общаться И В отчаянии Он Уже Прыгал С Балкона С Какого То Этажа Но Бог Хранил Его Жизнь И Когда Он Уже Просто Распластался Перед Богом Только Тогда Бог Начал Вытаскивать И Это Еще Один Важный Пример Фараона Мы Не Должны Играться С Богом И Думать Что Если Он Мгновенно Освободил И Сцелил Нас От Последствий Наших Грехов В свое Время То Точно Так же Будет Продолжаться И Дальше И Мы Можем Себе Позволить Подобное И Ухудшения Не Будет Это Ложь И Это Опасная Иллюзия Хорошо Я закончу С фараоном И Важный Пример Для нас В отношении Моше Мы Прекрасно Знаем Что Моше Боялся Этого Призвания Моше Боялся Эти В Египет Моше Боялся Не Египта И не Нового Фараона Моше Боялся Этой Страшной Ответственности За тот Народ Которого Он уже Узнал Когда Один Еврей Который Он пытался Усовестить Выдал Его Слугам Фараона И Мы Прекрасно Знаем Что Он Считал Себя Неспособным Мы Прекрасно Знаем Что Он Считал Себя Плохим Оратором Мы Прекрасно Знаем Что Он Опасался Двух Вечей Что Фараон Ему Не поверит Но В первую Очередь Что Не поверит Ему Израиль И мы Знаем Что Когда Началось Освобождение Оно Началось Ухудшением Ситуации Божьего Народа И Евреи Пострадали От Первых Требований Моше Иорона И вы Помните Как Старейшины Обличали Моше И говорили Призывали Божий суд На него И вы Помните Отчаяние Его И его Вопль К Богу Это Говорит О том Что Он По сути Такой же Человек Как мы С вами Любой Из нас Переживал Подобное Но Он Все Таки Выбрал Верить Тому Богу Который Выбрал Его И И он Не Остановился На этом Пути И пошел Дальше И Больше Он Не хотел Сойти С этой Духовной Дистанцией И Вот Что Очень Важно В Десятой Главе В Десятой Главе Фараон Фараон Продолжает Вроде бы Приносить Внешние Плоды Покаяния И готов Отпустить Израиля Потому Что он Уже До Этого Обещал И Он Готов Отпустить Израиля Но он Готов Отпустить Только Мужчин И Казалось бы Такая Победа Такой Прорыв Слава Богу Уже Из-за Это Можно Вывести Мужчин А Женщин И Детей Подтянуть Потом Но Машей Не соглашается И Он Продолжает Атаковать Фараона Требованием Отпустить Всех И Все И Потом Фараон Еще Отступает И Уступает Но И Этим Не Удовлетворяется Божий Посланник И Он Постоянно Добивает Фараона Который Символ Который Является В Библии Одним из Главных Образов Сатаны И Это Пример Для Нас Когда Мы Действуем Правильно И Враг Начинает Отступать Не Не Верить Ему Ни под Каким Видом Не Верить Обещаниям Врага И Не Удовлетворяться Компромиссами На которые Враг Толкает Нас И Вообще Не Торговаться С ним Но Требовать Всего Что Бог Обещал Нам Настаивать На Полноте Того Что Бог Обещал Нам И Что Нам Необходимо Для Жизни И Служения Ему И Мы Не Можем Удовлетворяться Тем Что Мы Родители Служим Богу А Дети Не Известно Где И Мы Не Можем Разводить Руками И Говорить Ну Что Дети Они Уже Подросли У Них Своя Жизнь У Них Своя Свободная Воля Нам Не Нужно Заставлять Детей Но Нам Нужно Атаковать Того Кто Атакует Их И Нам Нужно Поражать Того Кто Поражает Их И Нам Нужно Связывать Того Кто Связывает Их До Тех Пор Пока Он Не Потеряет Наших Детей И Они Не Будут В Полной Мере Найдены Богом И Это Относится Не Только К Нашим Детям Это Относится К Тем Духовным Детям Которых Бог Доверяет Нам Это Относится К Тем Людям Которых Бог Доверил Нам Чтобы Мы Выводили Их Из Египтов И Это Относится К Тому Имуществу Которые Бог Дал Нам Как Благословение Для Служения Ему Для Служения Ему И Все Что Здесь Говорится Сосредоточено На Служении Богу На Служении Богу На Служении Богу Они 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 Выходят Из Египта Чтобы Жить Своё Удовольствие Они Идут Чтобы Совершить Служение Богу И Все Их Имущество Искот Рассматривается Как То Что Бог Дал Для Служения Ему И То Что Бог Доверил Для Служения Ему Моисей Наотрез Отказывается Отдать Фараону Оставить В Египте Пример Для Нас Когда Идет Духовная Война Когда Мы Освобождаем Себя Своих Близких Когда Идет Духовная Война За Тех Духовных Детей Вообще Людей Которые Доверены Нам Когда Враг Атакует Нас Когда Враг Атакует Наших Близких Когда Враг Атакует Доверенное Нам И Доверенных Нам Мы Не Должны Торговаться С ним И Мы Не Должны Верить Ему Мы Должны Добивать Врага И Мы Должны Это Делать До тех Пор Пока Он Не Отпустит Не Отпустит Всех И Все Что Бог Вручил Нам Для Своей Славы И Для Служения Ему Все Все Слава Слава Слава